Сегодня сессия городского собрания началась необычно с проводов и вручения грамоты Владимиру Давыдову за активную работу. Он сложил в себя полномочия депутата в связи с переходом на работу начальником городского управления по образованию и науке. Теперь в депутатском корпусе комитет по образованию, науке и культуре возглавит директор гимназии номер 8 Игорь Никитин. Дальше работа сессии продолжилась в обычном режиме. Народные избранники проголосовали за передачу в краевую собственность станции переливания крови, которая находится на улице Дмитриевой. Это даст возможность перевести туда и центр медицинской профилактики, открыть несколько врачебных кабинетов, так необходимых в микрорайоне Светлана, где нет поликлиники. Временно на период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации организаторам переданы некоторые городские территории. Проголосовали сегодня депутаты из-за увеличения городского бюджета. Бюджет наш увеличивается и за счет неналоговых доходов и эти средства направлены на решение первоочередных нужд. И кстати, вот мы когда утверждали бюджет на этот год, мы тогда сделали протокольную запись и там целый перечень объектов первоочередных, которые было необходимо профинансировать. И вот за счет теперь вот этих дополнительных средств мы как раз проводим. И второе, что продолжается софинансирование по федеральным и краевым программам строительства школ и детских садов на территории нашего города. Проголосовали депутаты за изменения в структуре администрации города, где появилось новое управление административной инспекцией. Оно будет иметь право составлять протоколы за нарушение правил благоустройства. Появились изменения в системе субсидирования на погашение ставки и рефинансирование при получении ипотеки для многодетных семей. Этой субсидией могут воспользоваться не только те, кто стоит на учете на улучшение жилищных условий, но и те, кто вообще не имеет жилья в Сочи. Как будет это работать, мы сказали, в течение месяца, когда рассмотрит департамент экономики конкретное обращение граждан, если нужно, значит еще раз вернемся, если не сработает какая-то часть. То есть это еще раз, чтобы упростить все же процедуру и увеличить количество семей, имеющих право на получение данной субсидии. По решению депутатов городского собрания Сочи, согласно требованию федерального законодательства, управление торговли может теперь проводить внеочередные проверки по обращениям граждан при нарушении прав потребителей. Есть изменения для владельцев земельных участков, проживающих за пределами Сочи, имеющих льготу. Ее они смогут получать не по месту расположения участка, а в своих городах по месту жительства. Теперь у сочинцев появилась и законная возможность хранить своих близких на закрытых кладбищах там, где есть заранее рядом с родственниками огороженные места. В этой связи в положение об организации похоронного дела внесен ряд изменений. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.